Нордстрим 2 начал заполнять газом первую нитку Северного потока 2, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. Компания завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубную инспекцию, с использованием специальных диагностических устройств. Помимо этого, специалисты провели внешнюю визуальную и инструментальную проверку. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются. Процесс сертификации Северного потока 2 еще продолжается. Газпром более трех недель назад объявил о завершении строительства трубопровода. Правительство США критикует газопровод за то, что он, по мнению американцев, делает Европу слишком зависимый от России в плане поставок энергоресурсов. Но, по данным компании-оператора, он может обеспечить 26 миллионов домохозяйств. Трубопровод Северный поток-1, который в основном проходит параллельно, частично находится в эксплуатации с 2011 года, а полностью с 2012. По данным оператора, в 2020 году по нему было транспортировано 59 миллиардов кубометров природного газа. Строительство напоминало блокбастер, противоборствующие стороны Россия и Германия против США и Украины, санкции США и показательные демарши со стороны Дании, разногласия Германии и США. Но в итоге все трудности преодолены и Северный поток-2 достроен. Россия приобретает самый короткий маршрут для газа с новых месторождений на полуострове Ямал до Германии, экономия 1900 километров по сравнению с газопроводом через Украину, который боится потери транзитных денег. Германия же получает более дешевый газ. США теперь не могут диктовать Европе условия со своим сжиженным природным газом, который везут танкерами через океан. Все, на что они сейчас способны, это грозить санкциями, чем и занимаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова